30-й юбилейный. В Витебске сегодня прозвучат позывные Славянского базара. Церемония открытия по традиции пройдет на главной площадке в летнем амфитеатре. Хотя город над Двиной уже живет в фестивальном ритме. Накануне здесь подняли флаг Славянского базара впервые под звездным Витебским небом ровно в полночь. Белорусский василек узнаваемый во всем мире символ Витебского фестиваля. Именно он изображен на флаге Славянского базара. Впервые он был поднят в 2016 году. Теперь это одна из значимых традиций фестиваля. Очень почетно. Мы только приехали из Минска в родной Витебска. Очень давно здесь не были, очень скучали. И тут сразу поднимаю флаг Славянского базара. Очень почетно, очень рады. Славянский базар не только для меня, но и для многих других молодых, не очень молодых исполнителей является особым фестивалем. И я очень рад здесь находиться, потому что я очень люблю Беларусь, я очень люблю Витебск, я очень люблю Славянский базар. Я очень тепло отношусь к этой моей родной уже сцене, и поэтому я неимоверно счастлив здесь находиться. Город уже накрыла фестивальная волна. В Витебск съезжаются народные умельцы и ремесленники. Торговые ряды в этом году растянутся на несколько километров. Ну и, конечно, концерты в режиме нон-стоп. Еще накануне в концертном зале Витебск аплодировали хору турецкого. На сцену летнего амфитеатра вышел танцующий симфонический оркестр и Санкт-Петербургский балет на льду. Огонь и лед, так называется, увертюра к фестивалю. А на площади Победы с концертом-поздравлением жарко встречали Григорий Левс, и он подготовил подарок гостям фестиваля к собственному дню рождения. Самые яркие моменты Славянского базара мы покажем в наших программах. В Витебске работают сразу несколько съемочных групп СТВ. Кроме того, в фестивальной столице наша телекомпания развернула студию под открытым небом. Именно с этой площадкой выходит в эфир программа «Новое утро» на РТР Беларусь.